Ушел рядовым, вернулся героем. Жизнь ветерана Великой Отечественной войны Абдулы Нускабаева из Ак-Тубе – пример для молодого поколения. В 18 лет он впервые взял в руки оружие и сразу в бой. После войны работал учителем, воспитывал детей. Сегодня 92-летний фронтовик окружен заботой и любовью родных и близких. В гостях у Аксакала побывала наша съемочная группа. Несмотря на почтенный возраст, Абдулла Ата помнит каждый день войны. Когда призвали на фронт, ему еще не было и 18-ти. В 1943 году воевал в составе 314-й дивизии. Сначала был Ленинград, затем Курск, потом спецподготовка на спешных лейтенантских курсах и Первый Украинский фронт. Победу солдат встречал уже под Прагой. Помню, неимоверно уставшие. Мы спали, когда командир соседнего взвода стал нас всех тормошить и будить. С просонья подумали, что немцы опять наступают. Спрашиваю у него, что случилось, что случилось. А он мне проспал победу. Оказывается, ночью объявили об окончании войны. Мы выбежали на улицу, кто раненый, кто слепой. У кого ноги нет, у кого руки. Но все радуются. Наконец-то победа. После войны действующий фронт Абдулан Ускабаев сменил на трудовой. Долгие годы проработал в сфере образования. Воспитал не одно поколение достойных жителей страны. Сегодня его окружают теплотой и любовью взрослые дети, десятки внуков и правнуков. У нас большая семья. Десять детей, шесть братьев и четыре сестры. От них 32 внука и 17 правнуков. Благодаря отцу мы все получили хорошее образование. Стали востребованными специалистами. Для нас он всегда герой. В этом году ветеран отметит свой 92-й день рождения и 68-ю годовщину свадьбы. И хотя годы берут свое, стойкости духа старому солдату не занимать. 9 мая Абдулан Ускабаев намерен надеть свой парадный пиджак, усыпанный орденами и медалями. Встретить 71-ю победную весну и вспомнить погибших в бою друзей.